К главному входу в театр и кассам ведёт пандус с поручнями. Он облегчит подъём незрячим людям и инвалидам-колясочникам. О том, что у дверей ждёт человек, которому трудно передвигаться без посторонней помощи, информирует специальная система оповещения. Когда снаружи нажимают кнопку вызова, на пульт администратора приходит сообщение. Пандус и кнопка также есть на дополнительном входе, ведущем на малую сцену. Это только часть новшеств, которые появились в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Анатолия Васильевича Луначарского в рамках государственной программы «Доступная среда». В прошлом году нам были выделены 2,5 миллиона рублей на оборудование театра для нужд инвалидов. И мы освоили полностью эти деньги. В кассовой зоне появился специальный информационный терминал, где люди с ограниченными возможностями, будь то по слуху, по зрению или колясочники-инвалиды, могут получить нужную информацию по нашему репертуару, по стоимости билетов, узнать о руководстве театра и прочую полезную информацию. Театр имени Луначарского стал первым севастопольским учреждением культуры, которое оснастили всем необходимым по программе «Доступная среда». Но главным приобретением здесь называют два автономных мобильных подъемника. Это спецтехника немецкого производства. Ее ремонт и обслуживание выполняют в России. Есть уже у нас сервисные центры и в Ростове-на-Дону, и в Краснодаре, которые занимаются сервисным обслуживанием данных моделей. Данную модель покупали, мы приобретали из Краснодара. И сервисный центр нам готов обслуживать ее в дальнейшем. Севастополец Эдуард признается, в последний раз был в театре еще до травмы, около 10 лет назад лишивший его возможности ходить. Он одним из первых испытал новый подъемник. Теперь намерен бывать в театре чаще. Если такое есть, то можно, конечно, пойти. Уже есть возможность. Спасибо. Без этого, если только с друзьями, чтобы на руках и несли. Все. Тех инвалидов, которые приезжали на представления без сопровождения родных и друзей, раньше на руках поднимали в зал администраторы театра и неравнодушные зрители. Теперь для всех, кто передвигается только с помощью инвалидной коляски, встречи с любимыми артистами, премьеры и праздничные концерты стали доступнее. 27 декабря послушать симфоническую музыку в главном театре города смогли трое севастопольцев с ограниченными возможностями. Наталья Данилова, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.